15 сентября в Центральной городской библиотеке прошел краеведческий диктант. Этот образовательный проект определяет, насколько хорошо жители Челябинской области знают свой родной регион. Проходит эта проверка при помощи теста, который состоит из двух блоков. Одна часть посвящена Челябинской области. Она была достаточно сложной, потому что не наша территория, не наши памятники. И как-то вот, тем не менее, я смотрела, участники справлялись с этим. Вторая часть была посвящена Копийским памятникам. Мы старались сделать вопросы интересные и не очень сложные, но люди думали, вспоминали, сколько памятников они видели, встречали. Краеведческий диктант – молодой проект. В этом году он прошел всего лишь во второй раз. Но в нашем городе у него уже есть постоянные участники, например, Елизавета Попкова. По словам Копичанки, написать диктант для нее – дело чести, ведь она уже 35 лет работает городским экскурсоводом. Нет предела для учения. Каждый день живи, каждый день учись. Тем более история нашего Южного Урала, Челябинска области, Копийска. По памятникам город Копийск занимает второе место после Челябинска среди 30 городов области. Поэтому интересно было, отвечу я или нет. Проверить правильность ответов копийчане смогли сразу же после окончания диктанта. Оказалось, что на 100% с тестом не справился никто. Но это не причина для расстройства, а скорее – повод, чтобы освежить свои знания о родном крае.